Магадан отмечает свой день рождения. 23 июня 1929 года началось строительство города в бухте Нагаева. Изначально это был рабочий посёлок для освоения полезных ископаемых Колымы. Суровый север не сломил первопроходцев. Первыми построили школу и ветеринарный пункт. В 1932 году привезли 22-этажных счетовых домов. Через месяц их собрали. Так появились улицы советской и коммунны. Уже к 1939 году в Магадане жили почти 35 тысяч человек. Сейчас в областном центре около 100 тысяч. Я вижу, какие силы вкладываются сегодня правительством Российской Федерации, правительством Магаданской области с тем, чтобы из города не уезжали люди, чтобы здесь создавались для тех людей, которые живут, здесь комфортные условия. Мы стоим на этом месте, вот впереди меня можно считать 11 крупных строек, которые ведутся. Это и берегоукрепление участка портового шоссе, это и вторая очередь парка Маяк, и жилой комплекс Нагаевский. Я хочу сказать, что те люди, которые живут в Магадане, которые решили остаться и связаться, они не ошиблись. 14 июля 1939 года Магадану присвоили статус города. Так в чем же разница между днем основания и днем города? Споры магаданцы все еще ведут. Когда же следует отмечать рождение областного центра Колымы? 23 июня 1929 года здесь, на берегах бухты Нагаева, началось строительство культбазы. Первые строители построили школу, ветеринарный пункт, интернат и первые жилые маленькие дома. И это и стало датой рождения нашего города. В последующие десятилетия здесь были построены первые каменные жилые дома, школы, больницы. Были построены первые корпуса ремонтно-механического завода, первые километры Колымской трассы. И в 1939 году рабочему поселку Магадан был присвоен статус города. В день основания Магадана первые лица города и области возложили цветы к монументу пионерам освоения Колымы и Чукотки. Этот памятник установлен в честь тех, кто начинал строить Магадан и осваивать крайний северо-восток. 23 апреля 2021 года монумент стал объектом Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры. В этот праздничный день магаданские артисты исполнили музыкальные композиции о своем родном городе. Сейчас Магадан разделен более чем на 15 районов. В областной центр входят поселки Снежный, Уптар и Сокол, черта города. Численность проживающих в столице Колымы сегодня почти 100 тысяч человек – русские, украинцы, татары и другие национальности, а также малочисленные народы севера.